Добрый день, коллеги! Сегодня работаем из города Махачкалы и мы находимся в сети магазинов «Зеленое яблоко». Рядом со мной операционный директор сети Владимир Носков. Владимир, добрый день! Здравствуйте, Наталья! Владимир, прежде чем будем говорить о сети, расскажите, как давно вы работаете в ритейле, на чем в первую очередь фокусировались и с какими знаниями сюда приехали, как давно? Я работаю в ритейле уже порядка 20 лет. И здесь, в Махачкале, я работаю уже более года. И, конечно, тот предыдущий бэкграунд, который есть, я думаю, что он помогает здесь, компания «Зеленое яблоко» в Махачкале. Ну что ж, сегодня поговорим именно о сети «Зеленое яблоко». Я уже чуть-чуть заглянула в ваши магазины. Конечно, они впечатляют. И те ценностные магазины, которые я очень люблю посещать, конечно, вы как раз в это дни из тех, которые надо посещать. Но расскажите все-таки, сколько сейчас магазинов, как давно открыты, какими-то вот особенными моментами на старте, чтобы нашим зрителям было понятно, откуда же именно мы сейчас вещаем. Компания «Зеленое яблоко» находится в Махачкале. Сегодня у нас 9 магазинов. Это формат супермаркета. Площадь варьируется от полутора до двух тысяч квадратных метров, торговый зал. Одно из основных наших преимуществ и то, на что мы ставим большую ставку, это собственное производство, это доступность магазинов, это вкусная еда, это свежие товары. Это действительно то, в чем мы сегодня здесь сильны. Что касаемо 9 магазинов, как давно открылась сеть? Компания существует уже порядка 10 лет. Сегодня мы имеем 9 магазинов и на текущий момент в работе у нас 4 проекта и буквально в декабре мы открываем следующий магазин. То есть, как бы 10 лет 10 магазинов будет. Да, какая кратная, интересная цифра получилась. Нейминг. Очень люблю задавать в регионах вопрос, связанный с неймингом. Да, не только в регионах. Мне всегда интересно, откуда же появилось и почему зеленое яблоко? Учредители компании 10 лет назад отождествили зеленое яблоко как свежесть, экологичность, вкус. И поэтому вот именно этот нейминг и остался. И сегодня мы гордо говорим о том, что мы работаем в зеленом яблоке. И все покупатели, и жители Мхачкалы действительно знают, что такое зеленое яблоко здесь в регионе. Ну, действительно, это знаковый проект. И я понимаю, что очень много сюда приезжает туристов. Вот если мы чуть-чуть про это сразу начнем. Как воспринимают туристы, как вы можете обозначить, когда они видят впервые этот магазин? Сразу вообще, в принципе, ваша сеть? Наши магазины – это штучный товар, это ручная работа. И, как вы заметили, вот сегодня мы находимся в одном из наших крайних проектов – магазин «Автодом». Площадь магазина порядка 2000 квадратных метров. И на ваш вопрос отвечаем, как туристы воспринимают. Это первое, что я слышу – это вау. Потому что в каждый магазин мы вкладываем душу. И вы увидите это в мелочах и в концепции, которые мы здесь преподносим. Мы действительно очень сегодня много работаем над темой комфорта, над темой уюта. И вот этой вот среды, которая есть у покупателя, чтобы качественно совершать покупки. Конечно же, вы заметили, что мы уделяем много времени и сил дизайну. То есть мы оформляем, мы дорабатываем, прорабатываем все до мелочей. Это действительно заметно. И то, что вкладывается не только средственная душа, это однозначно проявлено. Немножко технически, не только даже технически. А сколько из Каю в среднем у вас в магазинах, чтобы просто понять объем? Все-таки пространства большие, но насколько вы насыщаете их товаром? Порядка 15-16 тысяч из Каю в среднем в каждом из магазинов. Как и говорил до этого, мы уделяем большое внимание собственному производству. Кулинарии, пекарни, суши, роллы, мангальная зона. И достаточно высокая доля собственного производства в обороте. И это то, в чем мы сильны. И на это делается большой упор и акцент. Сейчас вы уже упомянули, что у вас готовятся к выходу еще 4 магазина. Как вообще выбираются локации вашей сети, ну и относительно города. Может проявите, вот сейчас мы находимся вот именно в этой точке. Почему именно здесь, почему это именно так. И чуть-чуть там шире, что сейчас для вас важнее. Идти в самую густонаселенную историю или все-таки тащить себе трафик там, где потенциал есть для больших форматов. Большое внимание уделяем плотному анализу сформированных поток покупателей. Пешеходный трафик, автомобильный трафик. Мы работаем и, как вы говорите, и с формированием собственного трафика. И также уже с локациями, которые уже имеют текущие покупательские потоки. Но очень важно сегодня иметь комфортную парковку. Очень важно иметь густонаселенные районы. Важен также анализ категории граждан, которые проживают в этих локациях. Все это в сумме дает качественное решение. И повторюсь, мы не гонимся за масштабированием. Мы гонимся за качественными, комфортными магазинами для жителей Махачкалы. Что касаемо парковки. Есть определенная классика, когда обязательно должно быть там столько-то парковочных мест. Соблюдаете ли вы, как говорится, те классические методы, которые зачастую наши коллеги из Европы привнесли в Россию? Или все-таки торговая площадь превалирует? Если есть возможность построить больше торговую площадь, вы постараетесь построить в этом плане, если мы поговорим? Мы, конечно, с вами знаем соотношение торговой площади к парковочным местам. И это нельзя не учитывать. Разумеется, это важный акцент и аспект. Но если мы, например, в новой локации имеем какой-либо хороший сформированный пешеходный трафик, то здесь мы готовы пожертвовать парковочными местами. И, конечно же, перспективно нам дает ответ количество людей, которые живут в этом районе. Макашкала развивается, строится новый район. И вот те, скажем так, если вы можете предвосхитить, рассказать, например, в каких районах. Вот новые магазины, они будут в новых районах или, условно, это где-то рядышком, где уже у вас есть магазин еще? Я не хотел бы сейчас конкретизировать, но одно могу сказать точно, что, разумеется, как и весь бизнес, мы стараемся находиться в тех местах, где нас еще нет, в Махачкале в частности. Да, у нас есть потенциальные варианты локаций и близ Махачкалы, работаем над разными вариантами. Если мы говорим про проектирование магазинов, а я понимаю, что, находясь в таком магазине, про это нельзя не спросить. Сейчас мы понимаем, что очень много коллег по рынку старается стандартизироваться, старается уйти от каких-то сложных решений, прийти к каким-то более-менее понятным, упакованным решениям, чтобы как-то было проще запускать магазины. Вот прямо здесь и сейчас мы находимся в том магазине, который совершенно нестандартный. Но я так понимаю, что локация определила много чего. Все-таки, какой подход к проектированию в новых магазинах вы используете? На чем основывается при создании новых торговых точек, то есть ключевые принципы? Основными векторами для нас сегодня это собственное производство. И, по сути, мы выстраиваем магазин вокруг наших сильных сторон. Это пекарня, кулинария, зона суши, мангальная зона и другие производства. И так или иначе, вот это мы держим и главе угла. И к этому выстраивается все остальное пространство. Комфорт, кассовая зона, сухой ассортимент и остальные отделы. Но важно остается сегодня тем, что сегодня востребован у покупателей. Это свежие продукты, свежие товары, которые произведены нами здесь, руками на месте. И, конечно же, мы делаем большой упор на то, что, вы не поверите, в каждом нашем магазине за торговым залом большая территория собственных цехов, в которых происходит подготовка всех этих продуктов. И для нас сегодня это очень важно, что мы даем свежее здесь и сейчас. Поэтому вот основной, скажем так, упор на что мы делаем. Вы сказали, там 15-16 тысяч с каю на полке, если мы говорим, касаемо товаров. А все-таки ассортимент или атмосфера в магазине? Что важнее в формате зеленого яблока? Ассортимент или атмосфера? На стыке. На стыке мы стараемся совместить. И это можно совмещать, почему же нет? Мы совмещаем и ассортимент и товарное предложение, и дизайн и атмосферу. Вы знаете, сегодня действительно очень много магазинов, конкурентная среда присутствует. И, конечно же, важным аспектом является найти свою нишу, найти интерес, то, что сегодня востребовано у покупателей в этом регионе. Мне кажется, мы на правильном пути и продолжаем это совершенствовать. Про покупателя. Кто ваш покупатель? На кого вы в первую очередь ориентируетесь? Кого вы зовете? Понятно, что по пути придут уже и другие. Но кого именно вы хотите видеть покупателям в своих магазинах? Сегодня мы ориентируемся на покупателя средний и средний плюс. Но товарное предложение сформировано для разных категорий граждан. Все эти люди, то есть мы создаем свою товарную матрицу и товарное предложение таким образом, чтобы люди закрывали свои потребности. Будь то, что ты пришел за молоком и свежим хлебом, да, ты можешь купить зону мангала, ты можешь купить свежие салаты, рыбу. В принципе, все эти товары по разным ценам присутствуют в нашем ассортименте. А что касаемо привычек и каких-то моментов, характерных именно для этого региона, мы все-таки находимся в Махачкале, в Дагестане я уже некоторые вещи вижу. Но если можно, то вот здесь прямо особенности. Вот вам особенно, когда вы приехали из Москвы, да, что явно бросилось в глаза и что пришлось себе немножко перестраивать для того, чтобы комфортно здесь работать? Вы знаете, в Дагестане, жители Махачкалы, менталитет, люди очень любят сладости, кондитерские изделия. И вот категория кондитерские товары, она занимает одну из лидирующих категорий в нашем товарообороте. И, конечно же, мы уделяем этому особое внимание. Это достаточно большой и глубокий ассортимент проработанный в различных направлениях. Мы имеем сегодня собственное производство тортов, выпечки. И делаем на это определенный упор, потому что это действительно востребовано сегодня. Не могу не поговорить про конкуренцию. Одна из тех вопросов, которые всегда мы обсуждаем кулуарно с какой-то степени. Но как обстоят сейчас дела с конкуренцией здесь, в этом регионе? Я вижу, что федеральные игроки уже пришли, и это тот вопрос, который всегда очень больной для региональных компаний. Как вы здесь можете обозначить эту тему, какой есть по этому поводу мысли и ответы? Вы знаете, мы, как я уже сказал ранее, мы заняли здесь свою нишу. И те сильные стороны, то есть по большей части мы сегодня работаем над усовершенствованием наших сильных сторон. И я думаю, что сегодняшний рынок, именно рынок Махачкалы и рынок Дагестана, он позволяет существовать различным форматом. Мы продолжаем и планируем продолжать оставаться сильными в своем формате. Там, где мы действительно можем дать больше покупателям в Махачкале. Касаемо, собственно, производства, о котором уже неоднократно вы упомянули в нашем разговоре. Немножко цифру по возможности. Сколько из Каю в среднем вы производите в рамках своих магазинов? Ну вот, насколько я понимаю, там есть кулинария, есть выпечка. Могли бы поделиться цифрами. Да, порядок цифр, конечно. Например, кулинария – это порядка 650 СКЮ. Пекарня – это до 300 СКЮ. И действительно, здесь мы можем гордиться той работой, которую делают наши сотрудники. Действительно, вы можете сегодня прийти и купить свежий хрустящий хлеб. Вы можете приобрести наивкуснейшие салаты в кулинарии. Мы очень много внимания уделяем вкусу, вкусу, проработке. И уже потом мы видим от наших покупателей интерес, улыбку, когда они действительно попробовав, возвращаются к нам снова. Поэтому это то, чем мы сегодня можем гордиться. В одном из магазинов, когда я входила, я увидела название «Горская кухня». Соответственно, это традиционные рецепты. Могли бы немножечко обозначить, как развивается именно такая домашняя кулинария? То есть то, что делается обычно дома. И как вы, скажем так, воспитываете, может быть, своего покупателя посредством того, что вы эти традиционные рецепты предлагаете вашему покупателю? Вы знаете, есть для меня, так как я здесь провел год уже, и для меня, конечно же, сначала было очень интересно увидеть и познакомиться с этими блюдами, которые здесь местные жители воспринимают как собственную кухню, и они ей гордятся. Вы знаете, такие блюда, как чуду, это различные блюда с мясом, с сыром, это хинкал, это курзе. Это все интересные названия, с которыми потом, когда ты знакомишься, тебе становится очень приятно, вкусно и действительно это полезно. Вы знаете, здесь есть собственное производство сыров, колбас, и все это экологически чистое. Да, то есть это то, что сегодня жители Махачкалы любят и продолжают покупать, кушать. Мы, конечно же, держим это в ассортименте. Кстати, к вопросу о бурбече, который вот сейчас попробовала, для меня действительно это совершенно другой вкус, нежели тот, который я пробовала, когда мне давали, ну, скажем, привозной формат в Москве. Да, и это к вопросу о том, что на местах постоянно надо пробовать здесь, вот реально, при этом в воздухе, при этой воде, потому что вкусы, они, видимо, вкусы воды и воздуха тоже определяют. Конечно, даже производство хлеба, ведь действительно важно, какая вода участвует в производстве хлеба. И многим туристам будет очень интересно познакомиться с менталитетом, с историей, с культурой Дагестана. Я говорю это не понаслышке, потому что вот уже год проведя здесь, мне действительно очень приятно общаться и познавать что-то новое здесь. Тем более, я очень люблю познавать разные блюда и кулинарию. И когда ты знакомишься с новым вкусом, например, вы сказали про урбечи, да? Ну вот, например, кофе с урбечом, это действительно тоже новый интересный вкус, я рекомендую, попробуйте. Замечательно, но я это обязательно сделаю. На самом деле, как говорится, моя работа позволяет, конечно, знакомиться с совершенно разными рецептами. И я точно понимаю, что это то многообразие, которым мы можем гордиться, да, в нашей стране огромной. И вот если есть ценностные форматы вот а-ля зеленое яблоко, которое позволяет познакомиться, в том числе и туристам, сейчас про туристов тоже немножко поговорим. Но прежде чем про туристов поговорим, я бы хотела еще также про готовую еду поговорить. В Москве и в центральной части России сейчас очень стала активно развиваться тема упакованной готовой еды, которая хранится там от 1 до 3, до 5 суток. Ну, как вы понимаете, это один из тех трендов, которые там последние 3-5 лет очень активно развиваются. Здесь в основной своей массе я вижу просто упакованную еду, причем много достаточно хороших историй про упаковку. А все-таки в готовую еду долгого хранения. Вы в нее верите? Вы в нее планируете идти? Вы знаете, здесь, наверное, мы находимся в начале пути. Объясню, почему. Я столкнулся здесь с неким менталитетом. В Дагестане люди относятся с небольшим недоверием к готовой упакованной еде. Они больше хотят покупать свежее. Это вот как раз отвечает на вопрос о наших цехах, которые находятся в каждом магазине за торговым залом, где мы действительно даем качество, свежесть сегодняшнего дня. И мы потихонечку начинаем развивать эту тему в плане кулинарии, в частности. И вот, например, если говорить о туристах, конечно же, когда к нам приезжают туристы Центральной России, они привыкли к этому. И, конечно же, мы это даем. Даем эту возможность быстро взять готовую вкусную еду. Так что работаем в этом направлении. Но, скажем так, доля упакованной еды, доля формата to go, она сегодня в Дагестане. И у нас, в частности, пока в начале пути. Ну, на самом деле, когда лет пять назад я более внимательно стала смотреть за направлением готовой еды, ну, некоторый скептицизм был у всех. Но понятно, что когда федеральные игроки уже взялись за эту полку серьезно, то действительно появились те покупатели, для которых это является, ну, скажем так, нормой потребления, да, и как бы с легкостью взять какой-то салат с полки. Но тем, и вы сейчас особенно, кстати, отмечу, что очень много хорошей упаковки, удобной упаковки. И вот эти вот боулы, которые, или там комплекты еды, которые уже подготовлены, это хорошие предложения, которые действительно дают возможность быструю комплексную покупку сделать. Продолжим вот как раз про туристическое направление. Все-таки Дагестан действительно... Я прям даже когда вылетала сюда, написала в одно из самых популярных направлений. То есть я как-то долго до сюда добиралась, но очень многие мои знакомые уже здесь побывали, побывали именно как туристы, побывали в разных местах. И что конкретно вы делаете дополнительного в своих магазинах для того, чтобы максимально, ну, скажем так, освоить этот туристический трафик себе на пользу? Ну, помимо того, что вы действительно являетесь и так-то уже, ну, скажем так, хорошей витриной региона, да, потому что вы много чего даете. Вот интересно, есть ли какие-то специальные вещи для туристов в ваших магазинах? Вы знаете, помимо того, что туристы, когда приезжают к нам и заходят в наши магазины, вот это ощущение, с чем они сталкиваются, это уже много для нас значит. Но, конечно же, мы понимаем, что когда люди приезжают из других регионов, они должны находить свои бренды, с которыми они знакомы. И мы делаем на это упор. Они находят здесь те бренды, которые они покупают в Центральной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в разных городах. Конечно же, мы делаем акцент на сувенирную, туристическую продукцию. Вы знаете, что у нас есть Космическое море, да, и в основном люди приезжают сюда в сезон отдыхать, купаться. И формат нон-фуд товаров, разумеется, мы также даем возможность их приобретать. На самом деле, когда смотришь их, вот эти магазины, я понимаю, что по нему надо прогуляться и все-таки увидеть эти... Составить это восприятие. Да, да, да. Вот, хорошо. Давайте немножко про ассортимент более детально еще поговорим. Вот, наверное, ну, я люблю задавать такой вопрос. Вот в ассортименте много чего. А чем особенно вы гордитесь, что именно там, это можно купить только у вас? Ну, помимо, собственно, производства, потому что мы это понимаем, да? Специалитеты какие-то, там какие-то налажены специальные контракты, которые позволяют вам действительно вот некий уникальный товар держать в магазине, в постоянном ассортименте, и именно ради него в том числе приходят ваши покупатели. Есть ли вот какие-то такие товары? Поделитесь, пожалуйста. Конечно же, ассортимент на сухой полке, так сказать, да, он детально проработан. Мы уделяем этому большое внимание ценовому, категорийному предложению. Поэтому сегодня покупатели могут найти у нас товары из различных стран. Поговорили про собственную производство, немножко затронули тот ассортимент, который есть, но одна из тем, связанных с ассортиментом, это собственная торговая марка. Очень многие игроки в эту тему играют, и играют достаточно активно. В ценностных магазинах это вот иногда есть уже серьезная линейка, иногда этой линейки нет. Как у вас обстоят дела с собственной торговой маркой? Мы сегодня достаточно активно занимаемся развитием СТМ. Вот, например, водичка, которая сегодня у нас здесь стоит. Это, собственно, торговая марка. В различных категориях у нас уже есть позиции. Это и крупы, сухофрукты, меда, полуфабрикаты, замороженные полуфабрикаты. Да, действительно, тоже немалую долю занимают сегодня в нашем обороте, и немало внимания уделяем для того, чтобы развивать собственное строение. Еще одна из тем, которую нельзя не говорить. Я очень люблю подсказывать, что порядка 5-7 лет назад, когда мы, а нет, порядка 10 лет назад, наверное, мы разговаривали с коллегами из регионов и говорили, как же вы относитесь к теме омниканальности, онлайну, о том, как еда может продаваться с помощью интернета. Очень много говорили, нет, это не про нас, и вообще это никогда не будет. Как у вас обстоят истории с доставкой? Есть ли интернет-магазин? Насколько этот канал востребован здесь, в Махачкале? Как этот тренд на доставку вы видите в своей сети? Сегодня энергично занимаемся с темой доставки. У нас действительно есть собственный интернет-магазин. И сегодня, если по меркам Махачкалы и по меркам Дагестана, мы сегодня идем достаточно активно, интенсивно и семимимными шагами. Много интересных вещей, вызовов встает на пути, но когда ты смотришь на цифры, когда ты видишь, что есть результат, развитие, потенциал, то, конечно же, мы в этом направлении и двигаемся интенсивно. Это последний год-два или все-таки раньше? Это последний год-два. Я здесь хотел бы отметить, что идет небольшое смещение. То есть, если мы говорим про центральную Россию, развитие бизнеса в плане умниканальности, интернет, доставки, в центральной России, конечно же, это произошло значительно раньше, чем сегодня здесь в Дагестане. Дагестан немножко идет с запозданием на год-два, но местные жители, то есть дагестанцы уже сегодня оценили для себя вот это преимущество, удобство, комфорт, когда тебе домой привозят понравившиеся любимые продукты и зеленое яблоко. В какой-то мере вы уже следуете за своим покупателем, который знает этот паттерн поведения, то бишь заказ, доставка, и именно ему уже приходится вам соответствовать, как там крупному игроку. Все верно, и вот мы с вами говорили про туристов, да, туристы действительно к этому привыкли, и действительно сегодня туристический трафик, люди, которые к нам приезжают, они сегодня пользуются тоже этими услугами. И это удобно, когда тебе в гостиницу или в загородный дом зеленое яблоко привезет продукты свежие, вкусные. А, кстати, к вопросу о зеленое яблоко привезет, это ваша внутренняя служба? Полностью весь цикл от момента заказа, формирования, интернет-магазина, площадки и до места, это полностью наша цепочка. Ну, еще чуть-чуть детали, если можно, вот в этой истории. То есть, условно, вы специализируетесь больше на крупной поставке, ну, или, как бы, условно, там, 15-20 минут – это тоже ваша история? Это тоже наша история. Это всем привычный процесс заказа, который существует сегодня в Москве у различных сетей. То есть, есть и экспресс-доставка, есть и слоты, да, в которые можно заказать себе продукты на дом. Владимир, одна из самых таких важных тем ритейл и люди, да, которые работают в ритейле – сложные магазины с большим количеством процессов, много пересечений, и, собственно, производство, и все-все-все. Как вы здесь работаете с вовлеченностью персонала? Потому что одна из тем, что, ну, тут надо вообще-то болеть и гореть. Как? Вы знаете, когда я первый раз приехал в Дагестан, я был удивлен вот этому радушному гостеприимству, которое есть здесь в Дагестане у людей. И потом уже, когда в процессе работы мы начали взаимодействовать с людьми, работать вместе, я сегодня до сих пор очень благодарен тем людям, которые сегодня на местах делают свое дело. Ритейл, будь то это пекарь в пекарне, будь то это мангальщик у мангала, люди, которые работают в цехах мясном, рыбном, кулинарных цехах. Все эти люди действительно делают это искренне, с душой. И я это замечаю. И мы действительно в компании очень благодарны людям за то, как они делают частичку себя, вклад в наше общее дело. Ну да, вообще ритейл это люди, и второй есть момент, который немаловажно тоже обсудить, это технологии. То есть без технологического подхода, без выстраивания процессов. Я бы хотела, чтобы вы здесь подсветили, но на что вы фокусируетесь сейчас командой для того, чтобы современные магазины были, как и со стороны торгового, отдельная история про ваши коллеги. И это невозможно было. Вчера мы наблюдали, как реально здесь очень много покупается солений. И для этого сделана специальная конструкция, позволяющая с помощью клавиши открыть эту крышку. Вроде как простое решение, но насколько оно упрощает жизнь покупателям здесь на местах. Но я так понимаю, это одна из таких вещей, которые, знаете, делается. Я так понимаю, это сделано вашими коллегами, да? Вы знаете, да. Мы вместе с сотрудниками и большой вклад носят учредители. Они принимают активнейшее участие в нашей работе, в разработке магазинов, в процессах. И действительно, сегодня мы не можем не обращать внимания на технологии, которые вокруг нас. И первое, что важно сегодня, это эффективность процесса. Конечно же, у нас есть весь основной набор вот этих вот основных категорий, которые есть и в Центральной России, и в Европе. Мы очень много ездим, мы смотрим на различные страны и собираем опыт ритейла сегодня. Конечно же, у нас есть касса самообслуживания. Недавно мы буквально обновили систему автозаказа, да, прогнозирования заказа. Мы плотно работаем с визуализацией полок, полонограммами, планшетами, IT, все это интегрировано у нас. И программа лояльности, которая помогает качественно работать с покупателем и давать ему дополнительные уникальные преимущества от зеленого яблока. Поэтому технологии сегодня в зеленом яблоке занимают одно из первых мест. Что касаемо еще таких вот вещей, все-таки вы находитесь в пространстве, вы находитесь именно в конкретном регионе. Не могу не затронуть эту тему. Региональные сети обычно довольно активно участвуют в жизни региона. Что делаете вы именно для региона, ну и чтобы быть с одной стороны заметными, все-таки вы как участник именно этого регионального рынка, как вы влияете на республику, на город в частности, на республику в целом? Вы знаете, мы принимаем активное участие в социальной жизни Махачкалы, Республики Дагестан. Один из аспектов, как пример, собственной компании был учрежден благотворительный фонд, который помогает решать социальные задачи для населения и помогает всем нуждающимся. Я не буду говорить, конечно, о наших участиях в различной активной жизни города Махачкала. Да, действительно, мы уделяем этому особое внимание. Вы обозначили, что у вас есть четыре магазина, которые готовятся к открытию, и они планируются открываться именно здесь, в Махачкале, в Дагестане. Или у вас уже появляются какие-то планы по выходу за пределы региона или, может, даже республики? Ближайшие два-три проекта мы планируем открыть здесь, в Махачкале. Ну, а о следующих проектах, я думаю, мы с вами снова, когда вас позовем в гости, вместе уже посмотрим на локации новых магазинов. Здесь, знаете, наверное, к вам как к эксперту, как к человеку, который давно занимается ритейлом, просто называется вот ваше мнение, насколько правильно выносить такого очень такие концептуальные проекты за пределы домашнего региона, насколько, ну, вот по вашей, опять же, практике. Потому что вот именно мое наблюдение сейчас таково, что там, где родился, там и пригодился, именно вот в таких ценностных форматах регионального характера, очень, ну, как бы такое важное замечание, да, потому что вы максимально концентрировано понимаете, как вот из этого покупателя удовлетворить и дать ему вот максимум того, зачем они приходят. Насколько вот такого рода региональный проект, опять же, по вашей практике, ну, могут быть востребованы в других регионах? Вы знаете, конечно же, мы работаем над тем, чтобы быть сильными там, где мы сильны, да, и наш домашний регион, действительно, здесь еще есть потенциал и для развития, и потенциал для совершенства наших процессов. Но также для себя мы сегодня рассматриваем тему франчайзинг, для возможных партнеров. И действительно очень хороший вопрос, который вы задали. Вот эта связка, да, местного, local, да, нахождения, и как, вероятно, этот формат сможет себя проявить в каких-то других границах, в других регионах. Знаете, мы сегодня отвечаем на этот вопрос, да, может, может, и я думаю, что над этим стоит продолжать работать. Владимир, ну, вот у нас такое насыщенное интервью получилось, но все же, как оставаться в фокусе и желании продолжать развивать такие ценностные форматы? Очень многие сейчас, ну, как бы, теряют энергию, не хотят, хотят более простые какие-то форматы уходить там, сжимают магазины. Где черпать энергию для того, чтобы создавать такие проекты? Ну, вы знаете, мне кажется, что самый главный эффект или самая главная эмоция, она появляется тогда, когда вот ты открываешь магазин, и ты видишь лица, довольные лица покупателей, и ты на следующий день снова их видишь, и ты понимаешь, что все сошлось, да, место, формат, люди, ассортимент, атмосфера, все это сошлось воедино, и в этот момент ты начинаешь задавать себе вопрос, все правильно мы сделали, и да, и отвечаешь на этот вопрос, да, все правильно, и, конечно же, это подбадривает на новые какие-то открытия, новые достижения. Для того, чтобы вот это все происходило, чтобы двигаться дальше вперед, конечно же, мы много обращаем внимания на то, как, что происходит вокруг нас, как живет сегодня розничная торговля, как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому идем дальше. Спасибо большое, Владимир. Вот такое интервью у нас сегодня получилось, фактически знакомство с сетей Зеленое Яблоко. Вы знаете, я не устаю радоваться тому, что в процессе экспедиции ритейл получается увидеть новых игроков, с которыми ранее, да, мы не пересекались, не встречались, и, боже, как же здорово говорить о том, что российскому ритейлу есть чем гордиться, и еще один пример мы сегодня получили. Спасибо, что смотрите наши эфиры, читайте те текстовые форматы, которые мы по итогам таких эфиров готовим, на сайте retail.ru они находятся в тематике экспедиции ритейл, и рассказывайте, куда же еще нужно приехать для того, чтобы показать интересные магазины, которым есть чем гордиться. До встречи, всего доброго, до свидания.